Три. И опустились вниз. Округлили спину. Хорошо. Супер. Ну вот и всё. Зарядка прошла очень быстро. И всё. Вышла, покажу сейчас, как у нас хорошо. Окунётесь хотя бы так через видео немножечко в весну. Зашла я в пятёрочку, девочки. Сахар овалом. Сахар есть и 5-килограммовый. Вот такое лёгкое кипение у меня, девочки. Видите, бульончик варится, чтобы он был таким прозрачным. И мы ходили, вот ещё детки маленькие были, ходили на дом. Он там рыбки наловит. И мы там на костре вот это вот делали. В общем-то, в принципе, вот это всё и кидали. Больше ничего. Доброе утро, девочки мои. Смотрим в окошко с утра. Какое утро прекрасное. Солнышко светит. Небо чистое. Почти безоблачное. И слабый ветерочек такой. Птички щебечут. Прекрасное утро. Я смотрю, серёжки на тополе уже вылазят. Вот на том, на соседнем. Ой, как классно. Свежий воздух. Плюс 5 градусов. Но днём будет потеплее до 15. И без осадков сегодня. Классно. Мне нравится такая погода. Ещё раз всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня замечательная погода, замечательный день. И я вспомнила, что на какое-то время я забросила тренировки. А мне это не нравится. Потому что тренировки всё-таки придают тонус. Ну, по крайней мере, те тренировки, которые делала я. Зарядочку такую, утреннюю, разминочку. Мне они всё-таки давали тонус. Они при том, что заменяют чашку кофе. Можно даже водичку утром выпил вперёд. Вот. И я решила возобновить. Мне этих тренировок всё-таки не хватает. Знаете, я на какое-то время застопорилась. Ну, просто разные какие-то события вокруг. Разные перемены. Какой-то некий стресс, в общем, произошёл у меня в голове. Ну, в общем-то, я уже проснулась сегодня. И думаю, пора уже продолжить зарядки. Жизнь продолжается. У меня уже там всё устаканилось. Я как бы успокоилась. И, в общем, думаю, надо тренировочки эти продолжать. Потому что уже бодрость. Утром тренировочку сделала. Раз-раз. И уже бодренько начинаешь делать какие-то свои дела. Вот. Ну, я знаю, что некоторые из вас делали зарядочку вместе со мной. Но я хочу вас познакомить с сайтом, на котором я делаю эти тренировки. И чтобы вы могли уже не зависеть от моих видео. Потому что я не всегда буду зарядку эту снимать. Мне иногда бывает проще сделать её без камеры по-быстрому для себя самой. Это будет более эффективно в том плане, что это я уже точно смогу сделать. Всё-таки я выбрала короткую программу. Такое вот занятие не длинное и не сильно тяжёлое для меня. Ну, потому что у каждого свой ресурс, знаете, у каждого своё самочувствие. То, что я выбрала для себя, может быть, не подходит кому-то. А кому-то, может быть, другое подойдёт. Поэтому пойдёмте, я вам покажу сейчас сайт. Познакомлю вас с этим сайтом. И заодно вы посмотрите, что там ещё. Там много чего интересного есть. Сайт, на котором я занимаюсь, называется FitStars. И вот здесь, вот это моя страничка. И вот это зарядки Light. Это то, что выбрала я для себя. Здесь много программ. Программ 74. Можно зайти и выбрать то, что подойдёт именно вам. В зависимости от вашей физической формы, самочувствия и так далее. Есть для похудения зарядки. Держать себя в форме. Рекомендуется популярные какие-то. Сейчас опустим вниз. Очень много здесь тренеров. И есть, вот видите, направление. Гибкость, зарядки, похудение, растяжка, здоровье, красота. Боли в спине, гантели, йога, медитация для новичков. И ещё много чего другого. Можете выбрать то, что вам подходит. Есть зарядки интенсивные. Ну, для меня, вот как для моего возраста, какие-то вот уже такие вот зарядки, но не совсем подходят. Растяжка. Кому что нравится. Здоровье, красота. Пожалуйста. Можете выбрать программу. Программы в основном состоят из 30, допустим, занятий. Где-то, вот видите, 14 занятий. И делайте эти занятия. Можно выбрать потом другое. Но то, что выбрала я, вот эту лёгкую зарядку, это то, что мне подходит. И просто для поддержания тонуса. Вообще, кому-то для похудения или для чего-то другого, но уже выбирайте сами. Вот, например, выберем тренировки. Длительность можно тут выбрать, какая тренировка вам нужна. Там, если вы хотите похудеть, в общем, там уже будете смотреть, сколько калорий там сбросили, всё такое. Дальше, вот здесь вот есть рецепты. Можно выбрать ещё рецепты. Тут есть рекомендуемые рецепты, которые можно, допустим, приготовить себе. Смотрите, очень много таких вот для похудения, для фитнеса. По направлениям тоже рекомендуемые на завтрак, на обед, на ужин. Рекомендуемые, какие тут есть рецептики. Очень интересные, симпатичные и полезные. Видите, что на обед можно сделать, что на ужин. Это же здорово. Ссылочку, девочки, я оставлю вам в описании внизу. Если вы хотите, вот чтобы не зависеть от моих зарядок, при том, что выбрать вы можете для себя то, что вам больше всего подходит, любую программу, любую зарядку. И сейчас очень хорошая скидочка есть. Если вы пройдёте по ссылочке, то вы попадёте вот на такую страничку. И самое лучшее, конечно, выбрать безлимит навсегда. Вот, например, у меня сейчас был длительный перерыв. Я не занималась. Но сейчас я могу опять включить, продолжить и заниматься. В общем, в любой момент, безлимит, это навсегда уже всё. Если брать, допустим, лимитированные, видите, какие тут цены, да, и вот, чтобы попасть туда, вот промокод. Введёте мой промокод «Мамачоли» и нажмёте «Ввести». Вот, ввели мы «Мамачоли» сюда, и осталось только нажать «Ок». То есть вот сейчас вы можете увидеть, какие цены, как они поменялись. Вот, безлимит навсегда 3,990. Стоит это 70% скидочка идёт. Ну и, соответственно, цены поменялись на 12 месяцев, на 1 месяц. Ну, так как человек может, знаете, по какой-то причине, допустим, там, сделать перерыв, разное всякое может быть, поэтому лучше, конечно, взять безлимит и уже не париться. В любой момент, когда угодно, можете включиться и заниматься. Вот так. Ну и оплата картами, вот, предлагаются. Виза, мир и так далее. Ну, а я вернулась к своей тренировке. Я остановилась на 14-й тренировке. Тренировку ведёт Ивана. И начнём заниматься. Друзья, всем доброе утро. С вами я, Ивана, и мы приступаем. Поэтому опускайтесь вниз, садитесь поудобнее. Сегодня поработаем со всем телом, как всегда. Но сделаем упор на наши стопы. Я знаю, вам понравится дезарядка, потому что нужно будет много сидеть и кайфовать. Стопы у нас направлены на себя, колени прямые. Стараемся ноги напрягать, для того, чтобы получше разогреться. Ноги на себя, ноги от себя. Если вам неудобно сидеть с ровной спиной, без опоры, можно упираться спокойненько и кайфануть. На себя, от себя. На себя, от себя. Хорошо. Ещё раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. По очереди. Одна вниз, другая наверх. Угу. И работаем. Ставьте спину, чтобы тоже контролировать, держать ровно. Если вы упираетесь в руки, не подтягивайте плечи к ушам. Угу. Ещё. Ещё. Хорошо. Супер. Вращаем от себя. Рисуем круг нашими стопами. Может быть тяжело, я знаю, но надеюсь, что все знают. А если не знают, в наших стопах очень много герных окончаний, которые отвечают за вообще наш организм. В другую сторону. Поэтому на стопы не нужно забивать. Не нужно про них забывать. Нужно с ними обязательно работать. Это очень важно. У нас в организме всё взаимосвязано. Всё по цепочкам. Стопы, колени, тазобедренный. У нас есть три степени выворотности в наших ногах. Это стопы, колени и тазобедренный сустав. Вот. С этим всем нужно обязательно работать. Хорошо. Закончили. Сейчас мы с вами одну ногу подгибаем к себе. Садимся просто поудобнее. У нас есть наши пальцы. Наши любименькие. Мы сейчас сделаем небольшой саромассаж. Стоп. Разбудим их с утра. Просто большими пальцами мы продавливаем себе по стопе. Везде поминаем. Угу. Особенно внутренний слот стопы. Вот эту дугу нашу. Угу. Она у нас часто так забивается. Вы можете почувствовать болезненные ощущения. Ну, от пальца вряд ли. Но всё равно можете очень хорошо ощутить. Особенно если у вас плоскостопия. У меня. Хорошо. Мнём, мнём, мнём. Ещё. Хорошо. Супер. Работаем с этой же ногой. Поскольку вы дома, вы вообще можете не стесняться спокойно снять носок. Я тоже сниму. Мы берём каждый пальчик. И нам нужно свой пальчик раскрутить по кругу. В одну сторону. И в другую сторону. Угу. И прям каждый пальчик прям суставчик прорабатываем. Хорошо. Блин. Добавных. Прям они могут похрустеть. Но у нас везде, здесь же тоже везде суставы. Мы с вами везде всегда плечевой сустав, коленный сустав. Всё разминаем. А про наши суставы на ногах мы побываем на пальчиках. Хорошо. И закончили другая нога. Потому что, наверное, наш самому массаж. Хорошо. Прям прорабатываем, проминаем. Мнём хорошенечко. Стопами, на самом деле, тоже нужно заниматься. Вообще, каждый день, если вдруг у кого-то есть такой мячик для неба стального релиза, для самого массажа. Покругленький мячик. Он очень крутой. Я его всегда использую каждое утро. Знаете, как? Я чищу лубы, когда я чищу вверху, у меня правая нога, я просто стою и катаю его. Когда низ чищу, катаю до второй ноги. Всё. Прекрасно. Время практически не занимает. Зубы, я думаю, надеюсь, что чистят все. Хорошо. Сняли. И каждый пальчик. Прям прорабатываем. Прям прокручиваем. Кручиваем. Сами спокойно. Каждый успевает. Хорошо. Кручиваем. Хорошо. Кручиваем. Хорошо. Закончили. И надеваем, садимся на самые ноги, на спустяные пятки, руки сзади в замок, со стопами чуть-чуть поработали, поэтому закончили, надеюсь, что всем понравилось, поэтому используется своей практикой. Делаем замок за спиной, мы делаем волну для улучшения возниженности, для мобилизации позвоночника. Вперед мы разворачиваем руки, так вон вперед смотрим перед собой, обратно упираем в сипковчик и круглой спиной мы расставим наверх, взгляд глубоко, вперед и наверх. Круглой спиной, хорошо, еще раз вперед, наверх, вперед и округлились, хорошо. Два варианта покажу, сейчас немножечко тоже потянем и спину, и плечи, и все. Если у вас получается, мы берем себя за пятки и толкаем таз вперед, если вам так тяжело, можно делать то же самое, напрягая ягодицы и уперевшись себе в ягодицы, поясницу. Подержали, опустили, округлили спину, дали ей немного расслабиться, отдохнуть и повторяем то же самое. Вы толкнули себя вперед, напрягли ягодицы, раз, два, три, опустили таз вниз и любим, снова отдыхаем, у нас он будет третий раз, хорошо. И еще раз вышли наверх. Раз, два, три. И опустились вниз, округлили спину, хорошо, супер. Закончили и завершим мы с вами все немножечко разминкой наших ладоней, как со столом вы работаете, так и работаем с ладонями. Сначала берем замок, просто разминаем, вращаем в одну сторону, в другую сторону, хорошо. Закончили. Ставим руки пальцами к своим коленям, вот таким образом. Пальцы раскрыты, хорошо. И в этом положении мы округляем спину, старайтесь не отрывать свою ладонь от пола. Если чуть-чуть отрывает, не страшно, но прям постарайтесь контролировать. И толкаем грудь вперед, вытягиваемся красиво, хорошо. Подчувствуйте свои предплечья. И вперед снова. И еще разочек. Круглая стена. И толкнули себя вперед. Хорошо. Вернули руки, поставили в обратную сторону. И сейчас то же самое. Также направлены руки. Но мы будем с вами шагать от кончиков пальцев. Прямо ставить полностью ладошку вперед, насколько это возможно. Точнее, настолько вперед, насколько получается. То есть сильно далеко не угодим. И возвращаем обратно. Да, можете почувствовать небольшой дискомфорт. Лучезапястность уставим, прорабатывать запястье. Очень важно тоже. Это у нас очень слабые места. Вообще, в этом теле. И вы можете сами это понять. Когда есть лед, кто подсказывает, часто ломают руки. Или если вы стоите в планке, у вас закончили. У вас часто болят запястья. С ними нужно работать. Их нужно прорабатывать. Их нужно укреплять. Обязательно. Обязательно. Хорошо. В обратную сторону покрутили. Во все стороны возвращали. Супер. Я надеюсь, что вам было полезно. Что вы что-то новое на сегодняшней зарядке узнали. Не забывайте работать над всем телом. Не только красивые, классные ягодицы и хороший пресс. Но у нас все равно связано. И нужно прорабатывать каждую частичку своего организма. Ну что, всем пока. До новых встреч. Ссылую. Ну вот и все. Зарядка прошла очень быстро. И все. 8 минут. Но я вам хочу сказать. Каждый раз упражнения всегда разные. Я никогда заранее не знаю, какое будет упражнение. Потому что каждый день там то на одну группу мышц или суставов. Но нету таких вот никаких резких движений. Вот в этой зарядке попрыгунчиков никаких нету. Потому что уже куда прыгать, да? Вот. Ну, вы уже видели, сколько раз я показывала эту свою зарядку. И каждый раз мы то там тянем, потянем. То там разработаем какие-то суставчики, мышцы. Ну, вот это все мне очень подходит. Все работает. Тонус есть уже. И теперь можно уже дальше делать какие-то свои дела, запланированные на сегодняшний день. Самое главное, что бодрость пошла. До начала уже положено. Самое главное, девочки, вот сделать один раз даже достаточно упражнения, чтобы понять уже, что да, хочется заниматься на самом деле. Вот. Ну, а я выбрала такие вот коротенькие и несложные занятия. Вот. Но бодрячок уже есть. Для начала, если вы не уверены в своих силах, может быть, кто-то полный или уже в возрасте, ну, можно начать с легких упражнений. А потом уже, когда уже втянетесь, можно тогда уже найти себе что-нибудь более, там, как-то посложнее, там, где-то для похудения какие-то занятия. Но если вы подписываетесь на Безлимит, то, девочки, можете заниматься вот как угодно, где угодно, сколько угодно. И, кстати говоря, даже по телефону можно даже где-то, если вы не дома, тоже сделать, включить и сделать свою зарядочку. Вот. Ну, я довольна, я счастлива. И, в общем, сейчас буду думать, чем сегодня мне нужно заняться. Девочки, я вышла на улицу. Ой, как на улице классно. Все-таки я не решилась легкую куртку одевать, кофту, потому что сейчас плюс 10. И при том я смотрю ветерок. Птички слышите, чирикает. Я по новостям посмотрела, что сейчас на севере творится. Там снегопад, метель, ужас. В общем, в апреле зима решила отвязаться. В Магадане вообще там, говорят, последние два месяца как бы снега не было. А там сейчас показали прямо. Ой-ой-ой, что творится. Так что, девочки, ну, вот я вам вышла, покажу сейчас, как у нас хорошо. Окунетесь хотя бы так через видео немножечко в весну. Ну, у нас, конечно, тепло. Мы на юге. У нас хорошо. Сегодня, вчера было так прохладно. Сегодня уже потеплее, завтра еще теплее. Ну, по крайней мере, уже и ночью минусовой температуры не будет. Будет плюсик. В общем, травка растет, цветочки вылазят, птички поют. Я кайфую. Ну, урточку такую надела, чтобы не мерзнуть. В общем, нормально. Ну, у нас, видите, травка зеленеет. Вот, вон, какая травушка-муравушка. Какие вот цветулечки маленькие, какие-то беленькие там виднеются. Вот эта экзотика какая-то вылазит. В общем, травка зеленеет, солнышко блестит. Вот, небо голубое, чистое, немножко облачно, чуть-чуть облачка. И все. И, в общем, я решила пройтись, прогуляться, воздухом подышать, прикупить кое-что из продуктов. И потом пойду домой готовить обед. Что буду готовить, это зависит от того, что я сейчас прикуплю. Вот они, тюльпанчики, я смотрю, уже скоро цветочки полезут. А вот посмотрим через забор, что у нас в интернате. Травка, ковер прям зеленый такой. Растение, классно. Ростовский дом-интернат номер 2. Для пустарелых и инвалидов. Если кого интересует. Решила пройтись я по тропиночке, по вот этой вот. Здесь как-то мне больше нравится. Вообще, конечно, хорошо у них оборудован садик. Ну, как сад. Фруктовый сад. Мы уже видели, в прошлом году вам показывала. Тут черешня, вишня. Скоро как распустятся цветочки. Вот будет красота. Так. А у нас тут на конечной... Вот как я иду туда, к светофору. Уже понатыкали еще ларьков. Ларьков стало больше. Я хочу пойти туда, в палатки, где у нас продают свежую рыбку. Что-то мне свежей рыбки хочется купить и приготовить что-нибудь из них. Так, сейчас посмотрим, что там есть. Что там сегодня есть. Рыбу ловят или как? Что-то рыбы маловато, но какая-то есть. Выбрала я рыбку. Вот такую вот большую. 250 рублей, нечищенная стоит. Ну, и за почистку еще 50 рублей. А вот уже там чищенная, без головы. Ну, это уже по 450. В общем, короче говоря, взяла на 2,5 килограмма. Вытянула. Сейчас меня почищут, порежут. Вот, мою рыбешку очистили от чешуи. И сейчас ее там порубят. Потрошу от рыбы. Ну, все, девочки. Я счастливая, довольная. Рыбку взяла. Ой, класс. Так что я теперь ни укус варю, ни пожарить могу. 2,5 килограмма. Ну, если даже убрать лишнее 2 килограмма рыбы свежей. Вообще сейчас рыбу стало мало продавать, потому что наступил такой период, как на нерес она идет. Ее, в принципе, вообще вылавливать массово нельзя. Только по чуть-чуть. Поэтому такой простой рыбехи, типа карпика, нету. И мне выгодно продавать. Они вот такие большие. Ну, ладно, все, ветер в лицо дует. Вот туда шла, так хорошо была. Сейчас в лицо дует. Прям хочется быстрее нырнуть. Сейчас за хлебом забегу в магазин и все, и домой побегу. Зашла я в пятерочку, девочки, с сахаровалом. Сахар есть и 5-килограммовый, и просто килограммовый. Я один килограммчик возьму, мне и хватит. Килограмм 83-89 стоит. Цена прежняя. Рафинированный есть, кому надо, в общем. Масло растительное тоже есть. В общем, выбор есть, какой хотите. И вот то масло, которое я брала по 101, там целая гора уже там у входа. В общем, людей нету. Никто ничего не расхватывает, не разбирает. Все. Людей мало в магазине. Все есть. Крупы тоже всякие разные есть. Есть и рис недорогой. Гречка. Ну, гречка только такая, но тем не менее. Есть макароны, разные изделия. В общем, все, что хочешь. А вот это масло. Красная цена. 101 рубль. Ну, это такое, какое я брала. Так, картофель весовой 49-89. Картошка есть. Ну, такая, правда, мелковатая. Ее повыбирали уже. Так, что у нас стоит? Морковка. 61-89. Так. Капуста. Капуста подорожала. 119-99. 120 рублей получается. Так. А лук. 42-99. Так. А что у нас? Огурцы колючие. Огурцы среднеплодные. 159-152. Помидорчики. Стоит 186. Ну, это вроде недорого. Ну, и вот такие вот есть фасованные уже. Так. Что еще? Ну, все есть. Кабачки и баклажаны. Кабачки 249. Баклажаны 239. Стоит помидорчики фасованные. О, картошечку свежую подсыпали. Вот как раз хорошенькая такая. Есть, что выбрать. Есть из чего выбрать. Все, девочки. Я уже дома. Все уже приготовила для ухи. Хочу вам показать, как варю уху я. Потому что я посмотрела по рецепту там совсем по-другому. А это меня муж учил варить. В общем, я отмерила воды, чтобы она прикрывала рыбу. Взяла небольшую кастрюлю, потому что мне много бульона не нужно. Я не люблю, когда лишний бульон. Вот. Ну, вот такая голова большая. И от хвостика два кусочка. Вот хорошо. Мне, кстати, здорово все почистили. Только помыть осталось. Вообще, для ухи для меня самое важное, чтобы обязательно был сухой укроп. Это самое важное. Остальное так уже второстепенное. Картошечка. Ну, я не знаю. Может быть, даже это будет много картошки. И вот немного лука и морковку. Я вот такими крупными кусками. Вот половину луковицы. Тут еще четвертинка есть. Я просто целиком кину. Потом можно будет достать. Вот. И все. Соль, перец. И немножечко я положу чуть-чуть туда икры. Ну, может, половину. Половина пожарю, на жареху останется. Но жареху я сегодня делать не буду. Я лучше завтра свежую пожарю и поем. Сегодня у меня будет уха. А на ужин у меня есть, что покушать. Ну, и еще я возьму туда, положу я вкусную соль. Потому что она все-таки здесь с травками. Можно обычную соль. Ну, немножко перчика положу. В общем, жду, пока закипит вода. В общем, водичка у меня уже закипела. Я туда закину соль. Немножко, не знаю. Потом я лучше попробую. Досолю, если что. Поперчу сразу. И сразу туда уже отправлю рыбу. Так, можно немножко убавить уже, чтобы сильно оно не кипело. Так. Также отправляю туда овощи. И картошку. И сколько воды не хватает, я долью, чтобы покрылась рыба полностью. Самое важное еще, укропчик, сухой укропчик, я ложу и листики, и палочки. Палочки потом вынимаю. Но когда уха пахнет укропом, вот это самое, мне кажется, важное, чтобы она пахла укропчиком. Вот так. Еще чуть-чуть можно добавить. Добавлю туда картошки. Может быть и всю картошку. Можно и всю. И теперь добавлю чуть-чуть водички сюда. И пускай кипит до готовности. Ну, после закипания, как обычно, картошка варится, минут 15-20 должна рыба провариться. Я думаю, минут 20. Ну, приблизительно посмотрим до готовности уже. И все. Попробую на соль. Если соли мало, я чуть-чуть ее добавлю еще. Все, пускай варится уха. Вот такое легкое кипение у меня, девочки. Видите, бульончик варится. Чтобы он был таким прозрачным, нужно, чтобы оно не сильно кипело. Вот, положила я туда кусочек икры немножечко, лавровый листик маленький такой положила. И все. Я думаю, вариться будет чуть-чуть подольше, потому что голова большая. В общем, я буду смотреть уже, когда овощи сварятся, их можно будет вытащить и выбросить. Потому что я их не ем. Ну, лук, морковку и палочки вот эти. И когда уже я увижу, когда рыба будет мягкая, картошка мягкая, все, тогда уже можно будет кушать. Будет все уже готово. Ждем-с. Ну, вот и все, мои хорошие. Я, наверное, не буду вам все-таки показывать, как я поедаю эту рыбу. Потому что это не очень эстетично будет выглядеть. Вот такая здоровая голова. Вот. Ну, я дождусь, пока все сварится. И первым делом достану голову. Я люблю ее вот так вот разобрать. На запчасти. Вот такая у меня горка, потом косточек. И вот эта вареная рыба, особенно с таким запахом укропа, это очень вкусно. Кстати, этому рецепту меня научил мой муж бывший, который любил рыбалку, ходил на рыбалку. И мы ходили, вот еще детки маленькие были, ходили на дон. Он там рыбки наловит, и мы там на костре вот это вот делали. В общем-то, в принципе, вот это все и кидали. Больше ничего. Один раз как-то, да, пшеную, по-моему, пшеную крупу чуть-чуть кинули. Ну, мне крупа, она там не нужна. Меня интересует в ухе только бульон и рыба. Больше остального мне ничего не нужно. Даже картошка не столько интересна. Вот. Ну, и я на этом хочу видео свое, собственно говоря, закончить. Хочу вам сказать, что, в общем-то, после зарядки я с удовольствием прошлась по улице, прогулялась. И до сих пор я чувствую такой еще бодрячок. У меня еще куча сил. Я могу еще много чего сделать. Но я хочу сегодня смонтировать это видео для того, чтобы вы поскорее его увидели. А завтра будет новый день. Я начну новое видео. И будем уже смотреть, что же будет у нас завтра. Новый день, новая пища, как говорится, да. Всех люблю, целую. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, ставьте лайки. Кому понравилось видео и пишите комментарии. С удовольствием ваши комментарии читаю. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok